Всем привет! Сегодня займемся одним проектом. Будем делать басовый барган. Я буду его делать небольшим. Размеры 11-12 сантиметров. Скорее всего 12 сантиметров будет. И сделаю язычок мягкий. Попробую вывести ноту до первой октавы. Как вы знаете, если вот такой звук, сейчас покажу, примерно вот такой высоты, ну немножко ниже, то это будет у нас до второй октавы, а вот этот, естественно, будет до первой. Сейчас вот я выбрал, ну, ножовку, ту, которую я показывал вам в дополнениях материала. Вот из нее я вот эту верхнюю часть сейчас вырезал, вот, и верхнюю часть отрезал. И пока у нас ширина на конце, то есть на начале, давайте лучше штангерам покажу. 8 сантиметров. Почему я вот здесь вот сейчас показал, а не здесь вот на всю ширину? Потому что я же буду еще здесь выравнивать и стачивать, так что он будет примерно как вот здесь вот. И на конце, ну, на конце, в принципе, надо делать пошире вот этот конец. Хотел сделать еще язычок пошире, но так как я буду его делать небольшим, и эта ширина, наверное, хватит. Ну, здесь уже это само кольцо уже будет примерно, ну, два, два будет. Как обычно, сейчас буду здесь заострять, и потом в тюнере посмотрим. Ну, сделаю кольцо, покажу все размеры, покажу кольца этого. Этот, такой низкий варган я делаю впервые, так что... Почему я делал не бас? Потому что басы не делал. Потому что для меня, ну, не только для меня, в основном заказы шли на такие инструменты, на высокие. Потому что, как я и говорил, что у нас башкири в основном любят ноту ля. И в основном ноту ля, нотере и ми. И, ну, соль редко, очень редко. Могут еще спросить даже си бемоль. Так, ну что, сейчас я выравниваю, заостряю. Загну и посмотрим, какая нота у нас пока выйдет без утончений. Потом буду утончать, естественно. Он будет у нас мягенький. Раз мягенький будет, надо делать колено побольше. Когда будем бить по язычку, она же мягкий у нас будет. Чтобы сильнее звук был, нам нужно, чтобы язычок сильнее сгибался. А если короткое колено сделаем, то у нас, естественно, не будет хватать мощности. Прежде чем, ну, когда займемся точить, нам нужно обязательно одеть хотя бы вот такие. Ну, я одеваю такие, получается, как солнечные очки. Или вот такие. Эти, потому что они царапанные, поэтому я уже не могу их использовать. Поэтому использую вот эти. Ну и, естественно, чтобы было потише, наушники надеть надо. Это очень помогает, кстати. Ну, не устает мозг. Без очков ни за что не работайте. Без болгаркой и наш ДКО. Поехали! Где можноvious видим или нет п living? Звуки оркуда. Где-то для нумери. Феррор. Гусь охран أو Немного опления. Мénd Rebecca, って издать женщин. Поехали. В общем, края сделаны, вывел ровные они сейчас у меня. Ну, здесь, наверное, не видно. Вот так-то в плоскость все попадает, я на свет смотрел. Здесь только на конце немножечко есть зазор, но это не беда, это будет колено, так что это не важная часть, важная часть примерно вот эта вот. Сейчас я решил все-таки утончить, утончить сразу же, потому что потом, если я буду утончать, это будет сложновато, в том плане, что я могу поранить колено. Так что, сразу лучше сделаю, ну, утончу настолько, насколько будет для меня удобно, ну, посчитаю нужным. Насколько посчитаю нужным. Ладно. Точим дальше, стачиваем. То есть, утончаем. Точим. 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 я утончаю только вот это место вот вот отсюда начинаю до сюда колено я не буду утончать потому что мне нужен груз чтобы было здесь тяжелее так как нота его будут буду выводить очень басовую низкую так что надо чтобы не тяжесть присутствовал здесь и я еще потом наверное добавлю грузу какого-нибудь сюда утончал я только с одной стороны с другой со второй стороны я не трогал потому что здесь уже ровно зачем портить обе стоп поехали в принципе мог бы этого не делать но сразу сделал так чтобы потом в машинке когда буду работать зашкурить все было вот эти груб грубые полоски которые здесь есть они будут портить шкурку мелкую так теперь 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 мы застряем кончик застрение дек новое застрение из-за чека будем делать вот такими насадочками сейчас насадкой вот этой буду все шлифовать и это но эти насадки вы опять таки можете посмотреть кто не смотрел как я их делаю очень выручают мне очень они нравятся как я уже объяснял что вот эти два у меня входят вот эти две полоски представляете вот две полоски раз два вот такие две полоски от одного листа большого а4 или как там называют такого вот эти две полоски мне хватает чтобы зашлифовать вот этот весь инструмент по видео все равно получается затянутым но охота все равно показать объяснить все может кто-то не смотрел задавать будет вопрос а все вопросы просто уже поехали в общем вот я загнул язычок и так он у меня выглядит коленцы колено вышло сейчас покажу сразу что потом не показывать два и три где-то примерно я еще его выровняю немножко кривоватый то есть может даже разверну если не будет не хватать я специально здесь вот скрутку сделал немножко вот здесь вот чтобы потом если что развернуть если не будет хватать этого колена нам не будет хватать длинный колено чтобы выйти в полный этот транс я думаю больше не надо выпускать ми почти ми опустим чуть вот она ми еще чуть-чуть как раз вся длина будет нота ми как видите вибрация сумасшедшая я так посмотрел она ровно ходит ровненькая такая вибрация так что у нас не будет цеплять адыки что радует сперва отмечу сразу же чтобы знать примерно 12 наверно посмотрим да почти угадал почти 12 то есть до изгиба колена но если считать само кольцо это больше 12 будет 11 с половиной будет сам корпус весь это нормально очень хорошо и низкий звук и один с половиной размер накладка наверно потребуется посмотрим но в принципе мне все устраивает пока смотрим дальше что у нас получится что ж нашел я более-менее длинный длинную проволоку сейчас поставим ровненько я его выровнял но кривая вся была к сожалению я не смог нарезать таких длинных длинных много есть у меня длинные но не нержавейка сейчас как обычно все буду делать по моему это и есть тот размер сейчас проверим 12 12 с половиной аж но этот размер отрежу пометим и все нарядим на режем режет буду болгаркой в тисках теперь будем на вид корпус равняет простукивать как обычно в принципе все вообще попробую плоскость положить если все ровно буду чертить уже как будет на заострение до 5 так корпус загнут внутри зашлифован заполирован внутри здесь я все выровнял то есть сейчас я как обычно уже видео это засняла буду маркером чертить половина чтобы сделать ровненькое заострение так раз и готово заострение сделал вот такие они у меня получились горячие кище как вот эти вот заострение я делал можно посмотреть предыдущие видео еще раз я снимать не стал потому что видео будет затягиваться так то вот такой вот получилось ну ровно так получилось сейчас чтобы загибать яичок подгонять теперь мне нужно загнуть вот здесь вот здесь я уже подогнал вот это место вот ну все как обычно делаю просто сейчас покажу и показываю как буду делать на большие на большие когда делаешь не больше работы так что вот эту часть мне желательно не гнуть если один раз загнут упадет уже волна острие будет уже волнистая не ровно так как у меня язычок ровненько все сделан проточен нужно как-то загнуть ну естественно буду делать как и все я к этому методу прибегаю очень редко потому что такие размеры я обычно не делаю вообще на 12 метров еще не делал делал только на 11 так что сейчас вот здесь вот подожмем поджимаю деревяшки потому что сами знаете почему здесь говорить не надо так скотчем примотал деревяшки напилил кусочки их редко использую приходится использовать так сейчас пояснюю деревню вонет они на вонет и вонет вонет и вонет вонет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас я буду... Вот здесь только я заострю То есть сделаю скосы Для удобства А вот это место я не буду трогать Потому что здесь мы не будем играть Субтитры подогнал «Симон» 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 Грубую часть мы сделали, обязательно не до конца, до конца я буду делать уже напильником. Вот этот брусочек мне служит как бы уровнем, то есть я смотрю ровно ли у меня все отрезается, язычок должен ложиться ровненько, так что это тоже надо учитывать. Линия приближается, значит мы уцели, так вот здесь вот я скорее всего останавливаюсь, больше точить не буду. Теперь надо будет вбивать язычок, аккуратненько вбиваем, не торопимся, если мы чуть-чуть перебочим, можем потом уже покоцать язычок, когда бы он обратно уцелился, поэтому надо все делать аккуратненько. Ну в принципе все, сейчас я здесь вот на знакомую беру вот эту кончик, который остался у меня, зашлифую, и потом когда все выровняю все деки, я буду приваривать с торца вот здесь вот и все. Ну что, сейчас будем зазоры делать наши. Ну что, а мы продолжаем. Сейчас я заостряю те места, где я стачивал деки, да и вообще делаю сейчас, чтобы он остренький был. Добавим, как говорится, пердежа. Звук слышим, да? Так, вроде бы, вроде бы что-то начало получаться у меня. То есть осталось чуть-чуть совсем. В общем так, сейчас накладочку наверное сделаем, такую дугообразную накладку сделаю, чтобы язычок не задевал сюда, а он будет задевать. Если вот отсюда выставить накладку, то он, если не жесткий язычок, ну, такой никто делать не будет. Якуты, по-моему, делают жесткие некоторые. У меня средней жесткости, я так считаю, ну может быть даже чуть выше, по некоторым мнениям, средней жесткости. Если вот сюда вот накладку ставить, то он будет обязательно цеплять, тем более на мягкий язычок. Поэтому мне надо, раз мягкий язычок, мне хотя бы сделать так, чтобы накладка, где язычок проходит, накладка была вот здесь вот. Значит, сейчас мы попробуем опустить. Сейчас мы пока видели какая нота. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, все набито. Сейчас я протеру хорошенько тряпочкой и потом продолжим. Так протер, сейчас посмотрим. Это все равно будет убирать потом канифорчик этот. Накладку мы будем делать из вот таких вот гвоздиков. Нижавейка гвоздики. Нижавеющую поставим этот. Накладку поставим. Сейчас я все вырежу, заготовки сделаю. Так вот, заготовочки у нас готовы. Ну, как я накладку ставил, вы уже видели. А сейчас я вам покажу другой магический способ, как соединить, сделать накладку. Вот так, берем так. Закидываем. Накрыли платочком. Сказали, можно про себя, можно так вслух сказать. Ну, я про себя скажу. Заклинательные слова. И вуаля. Инструмент у нас готов. Вот таким вот секретным способом можно поставить накладку. Ну, конечно же, это шутка. Если было бы все так просто в жизни, то мы были бы все счастливы. Богатые и счастливы. На что это похоже, пока не знаю, но... Что я доделал инструмент. Сейчас послушаем звук и скажу свои впечатления. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Звук космический, язычок мягкий, по зубам не бьет... Корпус хоть и шестерка, весу хватает, чтобы удержать вибрацию. То есть можно спокойно... В общем, вообще руку вот эту не зажимаем, просто вот так схватили, он может упасть даже. Можно вот так схвативать и вот этим местом чуть-чуть прижимать к зубам. Сюда упор идет, вот здесь вот, и вот здесь вот... Не вот так прижимаем, а сюда к зубам. Это самый удобный хват на длинные инструменты, ну, по моему мнению. Можно и вот так вот держать. Ну, так будет рука быстрее уставать, чем вот таким хватом. Что в нем мне понравилось? Понравилось это... Как там, как говорится, сустейн. То есть продолжительность звучания. В это время ты можешь выдать несколько таких интересных обертонов. И получается даже все... С целую фразу мелодии можно сыграть. Ну, это если по мелодии смотреть. А так он прям такой, как сказал один человек. То, что у него звук как инопланетный. Да, действительно звук такой инопланетный звучит. Такой... Ну, бас есть бас. Че скажешь? Любой бас звучит круто. Я сам раньше играл на контрабасе, поэтому... Бас для меня это тоже классно. Так что я буду продолжать делать такие инструменты. Ну, в общем... Характеристику, че да как... Ну... Если вы хотите просто погрузиться в этот... В транс чисто погрузиться. То спокойно. Сел. Раз так один раз. Бахнул и все. И уже ты будешь в трансе от этого звука. И надо найти такое помещение, где есть такое... Эхо. Ну, эхо чтоб стояло. А вот тогда вообще будет точно транс. Так-то... В общем плане я рассказал, что все звучит классно. Мне нравится. Раньше я такого не делал. Сделал впервые. И... И я играл на таких... Пробовал на таких играть. Но на такую низкую ноту я еще не пробовал. Поэтому для меня это новшество. И... Естественно звук такой... Ну... Качает. Ну, это мое мнение. Кому понравилось это видео, естественно оценивайте. Кому не понравилось это видео, тоже оцените. Ну, я с вами прощаюсь. Буду снимать дальше видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok